Дневного освещения И начать просмотр творческой части В общем, меня зовут Полина На данный момент мне 27 лет Родилась и живу в Санкт-Петербурге В детстве я все время ходила во всякие кружки рисовальные, рисовальческие, изо студии и все прочее И когда пришло время, я пошла в художественную школу Я прям вот очень хотела в нее поступить Мою поступали в 11 И с 10 до 11 лет я прям именно готовилась к поступлению То есть я не была тем ребенком, который пришел с альбомчиком, да В котором там нарисовал маму и папу Я реально готовилась Ну то есть вот у меня была цель Я поступила в художественную школу, отучилась там И это было вообще... Это одно из лучших моих вот этих подростковых детских воспоминаний Потому что я просто обожала художественную школу И так как она у нас находилась в усадьбе старинной Я всегда мечтала, что наша группа в художке И вообще все, кто учится в художке Жили бы в художке с понедельника по пятницу И только на субботу-воскресенье приезжали домой Мне кажется, я была людейшим задротом Потом я поступила в архитектурный класс Перешла в другую школу С 10 по 11 класс училась в архитектурном классе Чтобы поступить в архитектурно-строительный университет Я всегда хотела поступить в Мухинской или Академию художеств Но мои родители сказали Типа, а кем ты после этого будешь? Художником? На Невском сидеть портреты рисовать? Нет, иди в архитектурный Но уже сейчас они понимают, что это была ошибка Это образование, возможно, пока мне не пригодилось Но это были ужасные 6 лет моей жизни В дипломе у меня написано архитектор-дизайнер Если кому-то кажется, что эта профессия связана с творчеством Возможно, сейчас ее преподают так, что она достаточно творчески насыщена Но когда училась я, а поступала я в 2008 году У нас был рисунок, была живопись Все это вела одна женщина С которой у нас сразу не заладилось Чтобы вы понимали, на обходах из 10 баллов я получала 2 Я плакала Знаете, эта преподавательница очень надолго отбила у меня желание вообще к творчеству Не совпали наши струны души Прошло 2 года, и я поступила на 2-е высшее Оно, правда, никак не связано с творчеством Устроилась работать педагогом по живописи Я преподавала детям и взрослым, но по большей части детям И я подумала так Если я преподаю детям, а я ничего не смыслю в детской психологии То, скорее всего, мне нужно пойти в педагогический университет И получить образование, связанное с детской психологией Та-дам! Еще один ненужный диплом у меня в кармане Зато красный Работа дала мне значительно больше в плане понимания детской психологии Чем заочное обучение Поэтому на данный момент я имею 2 диплома Красный и синий Которые никогда, ни разу в жизни Я нигде не показывала на собеседованиях или еще где-то Чем я занимаюсь в данный момент В данный момент я организую арт-вечеринки, мастер-классы Я трезво разделяю 2 этих понятия Конечно, иногда я подписываю свои арт-вечеринки Что там, типа, на даже мастер-классе Но я понимаю, что мастер-классы, арт-вечеринки Это абсолютно разные вещи Поэтому я организую мастер-классы, арт-вечеринки Преподаю частным образом Занимаюсь художественной росписью стен Иногда пишу картины на заказ Еще немного про арт-вечеринки Это скорее какие-то такие арт-мероприятия Типа арт-корпоративы, арт-дни рождения Арт-дни рождения Арт-дивишники Я вполне отдаю себе отчет, что Эти мероприятия, они на 50% состоят из творчества И на 50% из общения Поэтому ко мне обращаются второй и третий раз Ну, а если говорить не о творческой стороне моей жизни То в ней существует 4 не Я никогда не курила Я не делала в своей жизни ни одной затяжки сигаретной Я не ругаюсь матом При этом я не осуждаю людей, которые делают это классно В нужный момент В какой-нибудь шутке Так вот, ух! И я сама понимаю иногда, что какие-то шутки, которые я произношу Вот было бы классно здесь вот это вот словечко вставить Было бы супер Но это какие-то мои личные внутренние такие рамки, которые я сама себе поставила Кот остался, свалился У меня нет пирсинга Боюсь боли У меня 27, наверное, уже поздно И у меня нет ни одной татуировки Кроме того, что я боюсь боли Во-первых, мне очень быстро все надоедает Как-то раз мы с сестрой и подругой в отпуске сделали себе татуировки Хной на берегу океана У меня была, по-моему, панда какая-то черно-белая На лопатке, не судите меня, это был 2012 Она меня дико начала раздражать Потому что я ее потом видела на фотографиях сзади И просто перед зеркалом, когда поворачивалась, видела эту панду Думаю, блин, если бы у меня была реальная татуировка Ну, я не знаю, что бы я делала И вторая причина Мой дедушка когда-то взял слово моего папы Что он не сделает, ну, что мой отец не сделает татуировку В свою очередь, мой папка, когда мне было лет 17, наверное Он попросил дать ему слово, что я никогда не сделаю эту татуировку 27 лет Что я могу себе набить? Волокордин на плече, чтобы не забыть, как он называется? В общем, если кратко, то вот так Если кто-то досмотрел до конца Обожаю Можете написать внизу Мне будет интересно, как каждый из вас пришел к творчеству Ну, то есть, может, это у кого-то началось в 20 лет Может, у кого-то в 35 А может, кто-то с самого детства этим занимается Мне интересно, как люди к этому приходят уже в более зрелом возрасте Ну, более зрелые это там, не знаю, старше 15, например По поводу творческой части, которая будет сейчас Пишем хлопок Я выставляла коротенькое видео у себя в инстаграме Там я его пишу пастелью Сейчас будет акрил Но на самом деле принцип все тот же То есть, если вы возьмете пастельные мелки И делаете все по тому же принципу Следуя тем же шагам, которые я там прописала То результат получится точно такой же, только пастелью Ну, и на этом пока все Я не знаю, что здесь добавить Работаем Ну что, еще раз всем привет Сегодня пишем хлопок Я взяла для этого цветной картон Для того, чтобы белый хлопок было лучше видно Потому что, если бы я писала на белой бумаге Естественно, как бы, ну такое Было бы через раз видно Поэтому вот у меня розовый фон Вы можете взять любую бумагу Ну и, естественно, для начала нам понадобится простой карандаш Намечаем ветку, на которой будет располагаться хлопок Лучше делать это точно так же, как это делаю я По той же форме примерно, да То есть, не делать ветку абсолютно прямой И не делать, опять же, руки плети То есть, не делать резиновую ветку, которая очень плавно изгибается Нет, у нее есть такие вот переломы, моменты изломов И если сделать все правильно, если задать эти заломы То ветка будет выглядеть достаточно натурально Я ввела ветку чуть пожирнее В принципе, вы можете этого не делать И оставить разметку такой достаточно прозрачной Далее намечаем сам хлопок Делаем это вот примерно такой формы То есть, это такой пышная фасолина такая То есть, это не огурец и не помидор Это вот такая жирненькая, хорошенькая фасолинка Чуть под наклоном Так, теперь пришло время разделить сам хлопок на дольки Насколько мне стало известно из просмотра референсов Хлопок обычно делится на 4 или 5 долек То есть, нам нужно разделить вот эти наши ованчики, которые мы сделали На 4 либо 5 частей То есть, примерно вот как дольки, как у мандаринов Только их всего 4 или 5 Самое важное, сделать дольки именно такими вот выпуклыми То есть, не стоит прям вписывать их в ту форму, которую мы задали изначально Примерно они должны совпадать То есть, не сильно выпирать за нее Но, тем не менее, каждая долька должна быть выпуклой Затем намечаем чашелистики у хлопка Они по форме чем-то напоминают вот такое нарисованное пламя Нарисованный огонь Главное, не совсем углубляться в эту теорию И не делать прям кострище под Вообще, кострище это, наверное, что-то другое Короче, не разводить костер прямо под хлопком Они примерно напоминают нарисованный костер Но, тем не менее То есть, это такие вот какие-то заостренные части Которые удерживают эту гигантскую голову хлопка на веточке Сейчас быстренько расскажу про кисти, которые я использовала И двинемся дальше Средняя кисточка, тонкая и толстая Честно скажу, я использовала только среднюю и тонкую Поэтому можете смело брать две кисти Можно обойтись вообще даже одной, средней Главное, чтобы у нее кончик был очень тонкий Ну и, естественно, акрил либо гуашь У меня это коричневый, черный, синий, фиолетовый, белый и немножко желтого Желтый, по-моему, тоже почти не использовала Но, тем не менее, все равно скажу, что он у меня был на палитре Естественно, нам нужна будет вода и салфетка, чтобы вытирать кисточку Для начала нам понадобится белый цвет, которым мы заполняем дольки, которые наметили ранее Опять же, глядя на референсы с хлопком Точнее, не нашла какого-то конкретного референса Чтобы вот свет падал точно слева или точно справа То есть, например, вот ту картинку, на которую я опиралась на этом сюжете Там свет был такой достаточно рассеянный Соответственно, у нас не будет глобального какого-то освещения слева или справа Поэтому сначала мы просто заполняем дольки белым А далее с помощью смеси белого, капельки синего, капельки фиолетового, капельки черного Ну, то есть, вот мы создаем такой интересный серый Нам не нужен открытый цвет, но нам нужен интересный серый Возможно, какой-то с какими-то оттенками Так вот, благодаря такому интересному серому мы отделяем одну дольку от другой То есть, на стыке двух долек Как бы это странно ни звучало Мы добавляем вот этот синевой цвет Вот сейчас хорошо видно, что я заполнила дольки белым Абсолютно белым Но оставила между ними какое-то расстояние Которое я заполню этим серым Здесь важно сделать плавный переход между серым и белым В одной каждой конкретной дольке То есть, между дольками это прям контраст белого и серого А вот внутри самой дольки мы очень плавненько растушевываем границу И подобные манипуляции мы проводим с каждым хлопком Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда со светлой частью хлопковая история у нас покончена Мы наконец переходим к самой ветке Для этого нужно смешать коричневый, черный Можно добавить немножко синего Для того, чтобы цвет получился глубже И прям вот такими, опять же, такими жесткими, ломанными движениями Мы намечаем ветку Еще раз подчеркну, что не нужно делать резиновую ветку Не нужно делать, чтобы это как будто такая змея, которая понацепляла на себя, как репей, эти хлопковые головы Нет, ветка должна быть немножко такая вот, словно ломаная И темным цветом, который мы намешали, полностью заполняем ее Чашелистики тоже заполняем темно-коричневым цветом Единственное, чтобы все-таки придать какой-то объем и ветке, и этим чашелистикам Мы примерно будем держать в голове, что какой-то более насыщенный цвет у нас падает справа Соответственно, чашелистики наверху и правее, они будут чуть-чуть светлее Поэтому внизу самого чашелистика мы делаем темно-коричневый Слева тоже темно-коричневый А вот с правой стороны можно взять коричневый чуть-чуть посветлее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот теперь, наконец, переходим к финальной завершающей части Чуть-чуть осветляем правую сторону ствола Для этого, опять же, мы берем какой-нибудь светло-коричневый, разбавленный белым Или можно добавить немножко желтого в этот коричневый Главное, чтобы по тону он был светлее Ну вот и все, ветка хлопка готова Осталось поставить подпись, естественно И можно вставлять в рамку Как видите, работа совершенно не сложная Выглядит она достаточно эффектно И я вообще не сторонник Ну то есть у меня дома почти не висит моих работ на стенах Но ветку хлопка я повесила на кухне Потому что мне кажется, что она так выглядит довольно сдержанно Но интересно Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца Я постараюсь снимать как можно чаще И жду вашей работы у себя в директе, в инстаграме Всем пока!